Начал? О, да, все, все прошло. Теперь надо же повернуть это место. Вот так оно продается. Он сейчас замок не повернется. А мы где? Почему мы тебя не поворачиваем? Вот так у тебя что нет? Да, нормально. Так, ребята, вы здесь? А мы не можем читать этот мир, когда ты перевернешь. А, не перевернуться? А почему? Надо, наверное, включить другой режим. Какой режим? Вот этот вот. Автоповорот, да? Поворачиваем. Теперь все вот здесь. Я же говорил тебе, надо через ночь заходить. Смотри, какой экран большой. Ребята, любимые, еще раз повторяю проблему. Вы здесь давайте лайки, лайки, что-то пишите. Потому что мы, по-моему, очень скучали. Мы не могли выйти в эфир. Сегодня уже вторник. Мы не можем выйти в эфир. То Терехин то не доедет, то переедет. То он переел дома. Ему плохо, понимаете, да? Но ехать он не может. Вы же знаете, что Миша Терехин живет в выселках у нас вообще. Это я, центральный. В деревне Чулково. Чулково, да. Чулково. Да. Вот. И Леся Кательникова. Напоминаю. Гляднула что-то в перископе. О том, что она устала от хейтеров, от этой мрачной погоды. И вообще она ненавидит Россию. Леся маленькая девочка. Она имеет право на любое маленькое, маленькой девочке мнение. Любое совершенство. Ее тут же стали депутаты всякие. Я считаю, что нет. Ну, что нет. Во-первых, ты знаешь, у нее папа? У нее папа. Кательников. Знаменитый Теннисист. Который самый первый выиграл Ролан Гарроз. То есть это открыточка. Чемпионат Бабы Фросси. Чемпионат Бабы Фросси. Нет, он выиграл Олимпийские игры по теннису. Он был мега крут. Он заслужил. Причем тут Олеся, которая просто мотель. Понимаешь, Олеся позорит своего отца. Каким образом? Высказывает, что ее отец всю свою жизнь выступал за Россию. И прославлял Россию. Так. А какая-то мелкая девчуля говорит, Я ненавижу Россию. Ту, за которую мой отец проливал кровь и пот на корту. Какую еще кровь ему проливала? Как ты думал? Моги в кровь спирал. Ну, наверное, Миша. Все вот так болели за него. А она говорит, я ненавижу Россию. Ну, она сказала это в сердцах. Вот, ребят. Ей не 10 лет. Ну, ей и не 40 лет. У меня сына 11 лет. И что? Он так вот задумывается. Да потому что ты его порозил. Она сделала это для того, чтобы они поговорили. Поговорили. И теперь мы с тобой говорим. Мы бы стали говорить о Лесе Катеньковой. Встали бы? Да. Когда? Всегда? Мы всегда говорим о Лесе Катеньковой. А теперь, ты сказал, она сказала, я ненавижу Россию. И теперь даже Рустам Солнцев. Говорит о ней. Даже отметил ее в Инстаграм. И она мне прислала на маленькое такое сердечко. Всего на все. Маленькое сердечко. Миша. Слава Богу, что она не прислала мне маленький... Какашу, да? Или писюнчик вот такой маленький. Папа шел в черту солнце. Вот. Слава Богу. Поэтому, ребят. Лесе Катеньковой, повторяем, может говорить все, что она хочет. Наше дело ее послушать и сделать свои выводы. И вообще, я считаю, что Лесе Катеньковой вырастет, Миша, и тебе я ей тоже сообщаю. Она когда-то вырастет и сама сделает эти выводы. У нее есть папа, мама. Папа с мамой должны делать... И ей сколько уже лет, скажем? Лесе Катеньковой? Да. Ну, может быть, 19. Ну, она совершенно... И что, Миша? Уже в 18 лет парни служат за ту же самую Россию. А девчуля зажиточная говорит, мне не нравится Россия. Россия говно. И мы должны ее списывать. Уже в 19 лет есть герои России, которые в свою жизнь нет в войне, а Сталин. Миша. А Лесе Катеньковой говорит, такая сидит, где-нибудь там флакшири, да? И говорит, что Россия говно, блин. Она может говорить еще. А ты говоришь, да, я тебя поддержу, Лесе, бля. Нет, я поддержу. Да был бы Сталин, расстрелял бы ее. Кого? Миша? Лесе. Миша, что ты несешь такое вообще? Лесе. Ребята... И ты не согласен со мной? Нет. Нет. Ужас. Ты ужасный человек. Я ужасный человек, да? Ты вот взрослый, и если ее покрываешь, ты даже хуже, чем Лесе Катенькова. Я-то уж точно. Хуже, чем Лесе Катенькова, ребят. И лезешь по весь экран. Еще плюс ко всему. Слушайте еще, милые мои. Значит, по Лесе Катеньковой давайте сейчас мнение. Миша, молодец, все. Ну что? Тема неинтересная. Про Катенькова, вы думаете, неинтересно, ребят? Кто? Был бы Сталин, он бы нас с тобой расстрелял. Миша. Охренеть. Саечка, как это ты не знаешь? Лесе Катенькова известнейшая модель. Какая она модель? Миша, ну красавица вообще не хуже. Красавица у меня пчелков. Знаешь что? Каждая вторая. Миша. А у меня вот таких красавцев знаешь сколько? Это ждулочный товар. Такой конья, это ждулочный товар. Я и хотел сказать, что только пара штук ходит. Таких как Миша. В старых кольцонах. Так, дальше. Про Гусевых. Что про Гусевых вам сказать? А то вы ничего не знаете. Антоша с Викулей. Викуля, она очень, как бы вам видеть, она очень, знаете, такая вот, она душевненькая. Вот мне сегодня Сашка Матурация звонил из Майами и говорит, Судя по фотографиям, она говорит, у Снежки у нее что? Я говорю, с ней все в порядке с этой девочкой. Он правда так сказал, Мир? С ней что-то. Ну что с ней, по-твоему? Что с Романец? Та ярочка какая-то такая вот, как будто из-под коровы. Ребята, я могу сказать про эту ситуацию. Эта ситуация была интересна лишь тогда, когда Антон уходил от Жени. Кому он уходил? Это похер. Вот самое интересное, вот эта ситуация. Антон ушел от Жени. Здесь центральное звено это Жени, а все остальные прикрепатели. Вот кто-нибудь, это будет происходить? Это будет интересно. А дальнейшая вот эта история Антона и Виктория уже не интересна. А у них все, что там с ним? Вот они спрашивают, что с ними? А что с ними? Они чего с ними? Все? Живут? Да. Романец твою тварь пишет. А Бузова как? Да как Бузова? Показать вам как Бузова? Я вам сейчас покажу, ребятам. Сейчас. Бузова последние три дня. Первое. Второй день. Там айфот. Скажите, айфон вдруг выиграл? Да. Сколько она айфона подыграла? Это Бузова. И каждый раз у Ольги такой взгляд сексуально жалостный. Понимаете, да? Так, чтобы жалость была к ней и секс. Я вообще сам. Я вообще очень люблю Бузову. И я даже, кстати, пересилил себя и посмотрел этот видосик, где она показывает свой пирожочек. Лысенький. Да. Ой, Мишка. Там так сладенько. Аккуратненько. Очень. Все хорошо. Очень просто. Как будто не тронутый. Милашка такая. Это же Бузова. Она шикарная. Мне очень, мне очень, да, мне очень, конечно, не хватает чего-нибудь такого от Аленки. И еще. Милашка. Да. Как у Аленки вот такой. Закрытая у Ленки. Какая роза. Как роза. Там роза. Раскрытый бутончик. А у Бузовой мы видели. У Ольки такой лысенький, хорошенький. Кулебячка такая. Ухтика и набритая. Так будет. Ее. Обожаю. Я обожаю вагину Ольги Бузовой. Я вам честно хочу сказать. Миша. Вот ты можешь тоже самое сказать о вагине? Ольги Бузовой. Что ты ее обожаешь? Ну, это как бы спорный вопрос. Спорный. Спорный. Я не такой фантазер. Как ты. Если как бы все в натуре, попробуй. Все прикоснуться. Может быть после этого, я бы сказал бы. Да. Сделал рецензию. Но так по видео. Может там футешоп. Может быть подрезанный. А у Волочковой. Колокольчики. А у Волочковой. Как ты думаешь? Ну, я даже не думаю. У него, кстати, тоже такой. Аккуратненький. Аккуратненький, да? Ты мне говорил, ничего не было, тварь. Все-таки. Она же присылала. А, понял. Да, извиняюсь. Все, извиняюсь. Ничего не было. Вот. А интересно, какой вот. Хотел сказать. У Винки Волочковой. Нет. Вот сейчас. Говно уже вообще. У Сереги Пынза. Вот. Это я знаю. Маленький. Почему? Там такая трагедия с этим связана. Так. Кого еще? А вот у Вонечки, как ты думаешь? Мне кажется, у Вонечки такая вот не раскрывшись роза. Как будто она вот бутончик тоже такой. Бутончик. Она сушененькая такая. Да. Так. Или засушенная. Так. А у кого еще? Ну, кого мы знаем. Кого бы еще обсудить? Так. Кузов обсудить? Надежда Папкина. Ах-ха-ха. Ах-ха-ха. Он с молодыми б***ем остается. И еще нормально перетирается с молодыми там. кстати, Рустам, девушки, работает с Гайк Бабаян. Гайк Бабаян даже делает классические операции, так что если кому-то подрезать бубенчики... Миша! Бубенчики! У некоторых болтается. Миша! Ну я не до такой же степени. Просто он хотел сказать, что если у вас там чуть-чуть, девчонки, ну как бы пропала что-ли такая упручность, то Гайк Павлович может все здесь. Раздолбан. Ну или после родов там. После родов, да? Ребят, это была маленькая пост-родовая травма. Есть же такое? Значит, смотрите, ребят. Значит, вот видишь, мы стали говорить с тобой на эротические темы, и зрители сразу стали... А мне водички? Давай-давай-давай. Давай-давай. Ребят, да. Мы пьем с Мишкой только первач, только самогон настоящий. За вас, мои дорогие! С Новым Годом! С наступающим! С наступающим! Happy New Year! И make America great again! И вот все в этом роде, понимаете? Мои дорогие, мы вас в самом деле любим. Терехина, я тебя очень люблю, я так рад, что я тебя обрел, и ты теперь мой самый близкий друг. Так, давай-давай. Мое утро начинается с СМС-ки тебе, тварь ты такая. Давай, за тебя и за вас, любименький. Ну, и я могу присоединиться к твоим словам. Могу. О, вкусненько как. Пьем, не закусываем. Ну, на самом деле, ребята, это водичка. Мы пьем воду, потому что Мишенька за рулем, а я вообще не пьем. А Мишка пьет только на выходных и то винишко. Так. Сососин Русь. Началось. Как это нет звука? А сейчас есть звук, ребят? Ребят, скажите, есть звук, 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 звук? Давай-ка я сейчас какую-нибудь тему найду. А, звук вообще отстает, ребят. Звук опережает, отстает, опережает. Ребят, да что ж такое-то? Посмотри, какая здесь. Ну, вот Мексика сделала этот нос. Да, Мексика сделала нос, кстати, тоже у Гайки Бабаян. Слушай, Мишень, я знаешь, что думай? Я думаю, давайте с тобой мы уже будем утожить нашу пробу сегодняшнюю. Потому что мы уже, в принципе, все актуальное обсудили. В следующую неделю мы здесь с тобой прямо перед самым Новым Годом. И будем вас... Будем вас в очередь разметить. И что? Да? Да. Закругляемся? Да, закругляемся, любимочки наши. Мы вас очень любим. Нет, давай еще вопросов отвечаем. Давай. Буквально немножко. Давай. Давай вопросики. 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 Русю, у Миши есть девушка? У него есть девушка, каждую неделю новая. В Камерен. Про Глеба подытожьте. Глеб в гостишке, на юго-западной. Ольга его не пускает. Он пытается выйти с ней на связь, общается с ней весь день. Она неумолима. Я не мусульманин, но я там, да. И у него пусть один туда? В Кавалярово? Обратно, да, наверное. Туда к себе, на Дальний Восток? Охренеть, охренеть. Охренеть, охренеть. Глеб вреется? Нет, как песня Бузова не слышал, кстати говоря. Я слышал этот припевчик только. Что за телефон? Ребята, это самсунг хороший. Так, сейчас, сейчас, мои дорогие. Так, что там с Бордино? Сюха, вообще, по-моему, в полном порядке. Миша спрашивает. Кто лучше? Кто лучше? Как деловой Линки Камерен? С Линкой, если честно, мы связь не держим. Поэтому мы не должны сказать ничего. Она не выходит на связь, ребята. Она решила... А, нет, нет, нет. Я читал, кстати, там была какая-то тема. Она отметила два года ребенку. И ей оплатил какой-то таинственный поклонник. И все это ржество. Очень хорошо. У нее прекрасный ребенок. Вообще, я Иллинку люблю. Зря она. В порядке. Вот она его не замужем. Колян, что там? Колян пьет и не закусывает. На закуску просто нет денег. А завтра я вместе со своим сыном, вместе с бывшей женой Кристиной едем на новогоднюю передачу. Говорим и показываем. Закашанскую. Будем, там будут тоже всякие звезды с детьми. Будет очень теплая передача. Будем рассказывать, чей ребенок круче, короче. У меня сын будет прям в парадной форме, в кинтеле. Он очень прекрасный. Мишкин сын. Он умненький, он читает книжки, в отличие от этого балбеса. Родненький. Давайте, а то мы уже воду льем, это неправильно. Давайте, мы с вами поговорили сегодня на тему Глеб, обсудили Олеську Кафельникову, обсудили у кого что там вообще у наших и ваших известных девчонок, что у них там за бутончики. Вы понимаете, это нужно. Это нужно было сделать. Ребят, эротика это главное. Это то, что нами движет. Я вас люблю. Мишка тоже. Мишка, скажу, что ты всех любишь и обнимаешь. Я вас всех обожаю, люблю, живую. И давайте, ребята, до новых встреч. И пишите, конечно, отзывы. Отзывы. Что вам нравится, что нет. Может быть, мне стоит заменить Рустама, взять кого-то нормального ведущего. Или мне стоит заменить Михаила. Понимаете, да, ребят? Вот, собственно, взять все-таки кого-то, кого-то, кто действительно вам будет подошел. Венчик, например. Членчик. Кстати, венчик-членчик. Все, ребятки, целуем, пока. Так что давайте. Какой дурак. Еще не конец. А, да? Скотина.